Я учусь в Пекине. Для чего вы учите китайский язык? Для себя. Для себя поступать? Да. В каком классе? В каком классе? А вы, Елена? В восьмом. В восьмом классе. Раньше слышали о китайском языке, да? Нет, да. Хорошо. Главный урок был у вас уже? Нет. Нет, не знаю, да? Хорошо. Китайский язык. Что вы представляете о китайском языке? Елена? Непонятно, за каракули. Ага, еще? Иероглифы. Очень много иероглифов. Я слышала, что китайский, то есть там не только от произношений, еще от интонации зависит смысл. Еще что знаете? Достаточно выучить всего несколько базовых иероглифов, чтобы знать уже где-то язык на 60-70%. Хорошо. Самое главное, что китайский язык у нас три пункта. Первое, это у нас идет пенин. Что такое пенин? Пенин, это, например, я вам рисую иерог. Да? Угу. Мы не знаем, как он читается. То есть мы его видим, что здесь какие-то палочки, не знаем, как прочитать. Поэтому придумали пенин. То есть пенин, это у нас транскрипция, как в английском языке. То есть она будет состоять из английских букв. Да? Во. Прочитайте, Лена. Во. Ага. Алима, да? Алима. Во. Это и есть пенин. То есть вот эти буквы, это у нас пенин. Во. Переводится как я. То есть благодаря пенинам мы изучаем китайские иероглифы. Можете записывать. Второе. У нас идет тона. Вы слышали китайскую речь? Да. Как будто ругаются, как будто они недовольны, да? Это из-за того, что у них есть тона. То есть тона – это как наша интонация. Они делятся. У них есть пять тонн. Пять тонн. Получается, первый тон, он у нас будет такой, тянется. Ма. Повторите. Ма. Ага. Второй тон, он у нас идет наверх. Каждый тон, он над глазами подчеркивается. Линией. Вот, например, первый тон у нас идет как линия. Ма. Ма. Ага. Второй тон, он у нас идет, как будто вы что-то спрашиваете. Ма. 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 Ага. Третий тон, он у нас обозначается, как галочка. Ма. Ма. Да, то есть сверху вниз и обратно наверх. Ма. 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 У нас есть еще пятый тон, он идет просто, он ничем не обозначается, просто ма. Читаем, как видим, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ма. Повторите, первый тон. Ма. Ма. Второй тон. Ма. Наверное, ма. Ага, третий. Ма. Ага, четвертый. Ма. Четвертый вниз. Ма. Ма. Ага, ага. Пятый. Ма. Просто, да? Ма. Анима. Ма. Тянем. Ма. Ма. Ага. Второй. Ага, третий. Ма. Ма. Резко вниз. Ма. Ма. Ага, значит, пятый. Ма. Хорошо. То есть, сейчас остановлю вас, как зовут, Дина. Дина, да? Хорошо. Тональ. Четвертый. У нас идет иеролик. У нас идет иеролик. Что такое иеролик? Раньше в китайском языке, вы знаете, они рисовали, да? На стенках. То есть, и каждым годом они упрощали свои рисунки и так получались у нас иеролифы. Например, вот этот иеролиф, он читается как «Джен». 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 Ага, это у нас человек. Человек. Теперь. Мы записывать. Как мы пишем иеролифы? Иеролифы мы обязательно пишем слева направо, и сверху вниз. Обязательно порядок идет, то есть слева направо и сверху вниз, да? Как запоминать иеролифы? Кажется, что они очень трудные. Но если каждый иеролиф вы будете с чем-то ассоциировать, вам будет легче запоминать. Например, «Джен». Он похож на человека. Почему? Потому что он как будто идет, да? Его нога, вторая нога, как будто он шагает. И получается его туловище, да? «Джен». Теперь, например, «Гора». Это у нас «Шан», «Шан», «Гора». Сам иероглиф очень похож, напоминает «Гору». То есть, вот он. Понятно, да? Какой у нас зовут? Дина. Ага, можете записать тоже. Записали? Дина, та, она давайте потренируем. Первый тон. Ма. Первый тон. Ма. Ма. Тянем. Ма. Ага, второй. Ма. Третий. Ма. Четвертый. Ма. Вниз резко. Ма. Ма. И пятый. Ма. Ма. Ага, хорошо. Альма. Первый. Сперва. Ма. 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 Ага. Второй. Ма. Ма. Ага. Третий. Ма. 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 Четвертый. Ма. Резко. Ма. Ма. И пятый. Ма. Ага. Мелена. Ма. 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 Ага. Ма. Ма. Четвертый еще раз. Ма. Ма. Ага. И пятый. Ма. Хорошо. Так, теперь давайте учить фразы. Все записали? Как будет пример на китайский? Вы, наверное, знаете уже, да? Ни хао. Ни хао, да? Так, сначала я буду писать вам пенином, пока я роллфом не буду писать. Ни хао. Ни это у нас какой-то? Третий. Калычка. Третий тон, да? Переводится как ты. Хао это какой-то? Третий. Третий. Переводится как хорошо. Получается привет, как ты хорошо, это у нас как привет, здравствуй. Теперь как мы спросим, как дела? Как будет ты? Ми. Хорошо. Хао. Ни хао. Правильно. Ни хао. Ма это у нас нулевой тон, то есть просто ма. Это у нас вопросительная частица. Ни переводится так же ты. Хорошо. И вопросительная частица. Ни хао. Ни хао. Получается как ты, да? Как дела? Записали? Теперь как мы ответим на этот вопрос? Как будет я? Ни. Я. Я. Будет у нас хэн. Хао. Я. 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 Я.